Я вас попросил, у нас три нападающих. Можно, пожалуйста, отдать. Юр, тебя касается, где ты есть? Здесь. Тебя касается. Что ты всего одно касание? Шара-шара-шара-шара. Ну, прими, у тебя есть возможность. Взял на Никиту, взял на Сашу. Короткий инструктаж и снова на поле. Футбол – игра не только на выносливость. Здесь нужно думать, говорит главный тренер детской футбольной команды «Луч». Юрий Васильевич тренирует ребят с 30 лет. Относиться с душой к детям – главный принцип. Мальчишки все хорошие, на самом деле. Как к ним относятся, так они будут и воспитываться, и все остальное. Ребята очень хорошие, правда. То, что и проигрываем, и выигрываем, все это бывает, это футбол. Никуда не деться. А так, в целом, очень хорошие ребята. Детский футбольный клуб был организован на базе МГИМО в 2016 году. Сегодня здесь занимается более 80 ребят разных возрастов. Плотный график тренировок, соревнования по разным городам, не только Подмосковья, но и всей России. У ребят хорошая практика. Регулярно выступают, завоевывают какие-то места. Вот сегодня вот играли на Кубок округа Одинцовского. Игра была с командой «Власиха». Ну, к сожалению, сегодня не получилось. Проиграли 0-2, но игра была очень упорной. Без проигрыша не бывает побед. Всего в копилке команды более 30 кубков и наград. Все ребята занимаются футболом с раннего детства. Четыре раза в неделю, в любую погоду, на разных спортивных площадках города. Главное, не победы, говорят ребята, а сама игра. Тренировки меня затягивают тем, что мы сначала не умели играть, потом даже за два года научились уже делать хоть что-то. На матчи я езжу спустя год и забиваю голы. Коллектив очень хороший, складный. Мне очень нравятся занятия, наши тренировки. Тренер тоже добрый, помогает, поддерживает, если у нас что-то не получается, развивает наши спортивные навыки. Чувствовать плечо товарища, дружить, улучшать физические навыки и укреплять победный дух – главное в любых коллективных видах спорта. Впереди у команды луч, плотный график тренировок и много интересных матчей. Полина Бахова, Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.